Дописываю это видео от Камчатского батарея, которых отправили на убой. Авдеевку мы додавим. Потеряем людей и сил очень много там. Друзья, всем привет. Сейчас расскажу о том, что происходит на фронте. И будут важные информации, важные цифры о том, что нам надо делать. И как нам нужно перестраиваться для того, чтобы победить. В общем, важное видео и с интересными вставками, и с интересной аналитикой. Как вы любите, поэтому не забудьте подписаться на канал. Не забудьте нажать кнопку лайк, делитесь, комментируйте. И, друзья, я объявляю новый сбор. Вместе с Думской изданием мы собираем на 50 дронов Камикадзе, FPV дронов. Мы подготовили пробную партию. Я ее передал ребятам из 17-й танковой бригады. Они очень остались довольны. И теперь мы хотим уже сделать большую партию. На это нам надо 750 тысяч гривен. Цена одного дрона 15 тысяч гривен. Начинаем этот сбор. Присоединяйтесь. Кто может, донатьте. Потому что, вот сейчас расскажу, вот Гончаренко-центр работает, Думская работает. И работает. Давайте вместе сделаем этот сбор, эту работу. И поможем нашим ребятам сжечь врага. А сжечь врага надо. Ситуация на фронте непростая. Есть хорошие новости. Так вышел сегодня военкор российский сладков. С информацией, что наши взяли один из терриконов. Там в Горловке. В Горловке, да, друзья. Горловка, напомню, оккупирована с 14-го года. Это такая эшелонированная оборона там российская. Поэтому это не значит, что мы там особо пойдем дальше. Но то, что мы их там терзаем. И не просто стоим в обороне. Это важно. И когда об этом говорит Сладков, они не любят такие новости сообщать. Ну вот, смотрите его пост. И он пишет, да, ну все, отобьем. Все будет, как обычно. Бла-бла-бла. Да, но, в принципе, новость неплохая. И даже, я бы сказал, хорошая. В это же время Россия прет под Авдеевкой. Прет, прет, как может, прет. Но получает по зубам знатно. Посмотрите, как горит их бронетехника под Авдеевкой. Потому что там поля усыпаны. Это просто, ну какой-то там мясорубкой месиво. Посмотрите, как горит. Посмотрите, еще как прилетает и горит. Ну мощно. Хочу еще вам показать, как наши накрыли ураган. Посмотрите, наследника великой русской культуры. Послушайте, как он рассказывает, как они получили звездюлей. Вот, короче... Наш ураган вчера... Все дверь... Никто не выжил... Это какие-то ракеты... Да, ну вот, как вы видите, даем им там прикурить нормально. Спасибо Збройным Ссылам Украины за это. Еще приятная новость из Волгоградской области. Там прилетела в склад БК. И детонировала там, в общем, долго. Попали удачно. Посмотрите. Друзья, ну вот на этом фоне, да, ну, как бы, действительно, хороших новостей. Еще ключевым, чтобы вы понимали настроения в Российской армии. Они там тоже разные, но есть и такие настроения, как вот Камчатский батальон рассказывает. Ничего у нас нет, отправили на убой, скоро тут парем. Даже еды, говорит, нет. Послушайте. Написываю это видео от Камчатского батальона, которых отправили на убой, которых просто на смерть отправили, которые даже не обучали людей. Тут и гинут дети, 18-летние, не обученные, которые пришли только в этот Камчатский батальон. Пробыли на полигоне 4 дня, которые даже не постреляли, потому что не было патронов. И отправили просто на передки всех, просто отправили в Камчатский батальон, на передки, кто вступил в Камчатский батальон из других регионов. Нас отправили без ничего. У нас нету ни еды, ни питья, ни рации, ни тепловизоров. У нас нету ничего. Рацию мы покупаем за свой счет. Одежду мы тоже покупаем за свой счет. Носки, тепло, все мы покупаем за тот счет, который приходят деньги, которые мы должны кормить своих семей. Но мы покупаем за них за этот счет батарейки, рации, обмундирование. Один тепловизор стоит 180 тысяч. Одним тепловизором мы обжиться не можем. У нас тоже есть семьи, нам не есть кого кормить. Еды у нас нет. Еда сюда поступает раз в неделю. И то за ней очень трудно пробраться, потому что везде обстрелы, везде работает снайперы, везде работает арта. Минометы по нам каждый божий день. Каждый день 200-300, 200-300. Продержать эту позицию, передох, очень сложно. Друзья, это хорошие новости, но мы же с вами здесь всегда говорим правду так, как есть. И поэтому вот даже мы поговорили об Авдеевке, где они прут, прут, прут. Но вот послушайте, как один из их военкоров говорит, да, в Авдеевке потеряем море людей, но возьмем, говорит Авдеевку, дожмем. Правда, тут же он сравнивает это с Ленинградом. Просто Ленинградская битва. Понимаете, Ленинград был второй город, фактически вторая столица на тот момент СССР. Ну и Авдеевка, это населенный пункт, маленький городочек, пригород Донецка. Ну, слушайте, ну вот такие сравнения. Послушайте. Авдеевку мы додавим, потеряем людей и сил очень много там. Стоит оно того? А стоило, ну, оборону Ленинградского пятачка, того чудовищного количества жертв, которые там... Невский пятачок, да? Невский пятачок. Наверное, стоило. Наверное, стоило. Друзья, ну это, знаете, все-таки нас наталкивает на одном виде. Он говорит, да, вот дожмем, кинем много людей, кинем много всего. А проблема в том, что действительно людей у них много и техники. Они активно переходят на военные рельсы и производят все больше техники. Техники далеко не лучшие в мире, но которая все-таки едет, стреляет, да, и горит очень хорошо. Но все-таки представляют угрозу. И вот посмотрите фотографии, как они строят новые цеха в своих авиазаводах. И на Урале, и в Казани, и в других местах России. То есть активно они переходят на военные рельсы, мобилизируются. Что в это время делаем мы? Смотрите, наш героизм наших сбройных сил несомненен. И все вот те успехи, которые у нас есть, благодаря им. Но работать должны не просто люди, а работать должна система. Система всегда побеждает отдельного человека. Это нужно помнить и понимать. И когда мы говорим о героизме, это значит, что кто-то должен путем риска для жизни, а может быть и отдавая свою жизнь, закрывать дыры в планировании, командовании или в обеспечении. И вот здесь у нас большие вопросы. Вот я хочу показать вам бюджет Министерства обороны Украины, утвержденный на следующий год. Значит, 1,16 триллиона гривен. Но обратите внимание, что из этой суммы больше 80% это, ну там 80% это зарплаты. А на все вооружение, закупку, ремонт техники, все 260 миллиардов гривен. Притом скажу вам, что часть этой техники уже это проавансированное. Что-то из этого даже получили. То есть на новые контракты там даже меньше суммы, чем на эти 260 миллиардов. Друзья, это неправильно. Да, зарплаты надо платить, никто не спорит. И как раз я добиваюсь и доплат нашим военным, и возвращения тридцатки, и добился доплат срочникам, курсантам, инструкторам, отдельным категориям выведенных вне штата, раненых и ограниченно пригодных, обмеженно придатных. Но это все нужно пересматривать. У нас в армии до сих пор есть категории инвалиды первой и второй группы. Зачем мы их держим там? Есть онкобольные люди, давайте их отпустим, чтобы они лечились. Есть раздутые штаты по огромному количеству направлений. То есть нам нужно перевернуть эту пирамиду. Основой должно быть обмундирование, экипировка, оружие, современное оружие. И вот таким образом сохранение жизни украинских военных и создание меньших вот этих поводов для того, чтобы они проявляли свой героизм. Должна работать система. И в основе системы должно быть высокая обеспеченность оружием, высокая обеспеченность экипировкой, высокая подготовка. И вот тогда, вот тогда будет результат. Надо делать выводы, надо их делать, их надо было делать позавчера. Но и мы об этом говорили не публично, но надо об этом сегодня начинать говорить публично, для того, чтобы добиться изменений. Потому что на одном героизме, на одних только людях выехать нельзя. Еще раз, должна работать система. Помогите мне поделиться этим видео, это важное видео. Ну а мы держим строй. Продолжение следует...